Егор Чурилин и Алексей Анисимов выросли в селе Усяц Камбийского района. Вместе ходили в школу. А сегодня вместе добровольно отправляются на сборный учебный пункт. Друг позвал, что мы пойдем. Пошли с другом. То есть вы в военкомат сначала? Да, в военкомат пришли, да. Все, заявление подал. Пошли мы служить. Было принято решение. Просто другого развития событий я не представляю. Ну, скажу кратко. А кто, если не мы? Мужчины добровольно заявляли о своем решении быть мобилизованными самостоятельно в военкомате, а также через сайт госуслуги. И уже после этого получали повестки. Много народу прибывало. Ну и все, что нужно было, мы делали. Оформляли на них документы. Было время немножко подготовиться. Вот сегодня набралось еще 100 человек, которые готовы. Из них сегодня 52 человека отправили. Завтра еще планируется отправка порядка 45-47 человек. Мобилизованная группа отправляется в город Олейск. Там в ближайшие три недели добровольцы пройдут военную подготовку среди бойцов действующего подразделения. По словам военного комиссара, это поможет бейчанам эффективнее подготовиться к военным действиям. Настрой боевой, как сказать. Подготовились, слава богу, время было. Дали время подготовиться и психически, и морально, и физически. Дали возможность подготовиться, время. Уезжать, конечно, только дураки не боятся. Или говорят, что не боятся. Поэтому боятся все. Ну, готовиться надо. Поэтому, кто если не мы, поэтому готовы. Отметим, что указа президента о завершении частичной мобилизации в России на настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дарья Федоркина, Илья Питков. День с толком.